Друзья, приветствую вас! Последнее время на комментарии наблюдается активный рост комментариев, не относящихся к теме канала, а именно животным. Приходят люди и со всех сторон поливают друг друга грязью. Не меня конкретно, а друг друга. В связи с ситуацией, которую вы все наблюдаете. Извиняюсь, я не могу называть эти вещи своими словами, потому что от этого может пострадать канал. К сожалению, администрация YouTube удаляет и банит каналы, которые разжигают эти темы. Если вы хотите рискнуть или хотите продолжать спорить, то вы можете создать свой собственный канал и там общаться. Можете рисить желчь, можете спорить. Извините, я на этом канале этого делать не буду. Мне дорого общение с друзьями канала и то, что мы вместе создали. Смотрите, ребята. Дело в том, что изначально канал преследовал тему животных. И что бы ни случилось в мире, он будет следовать этим традициям. Кто-то скажет, да как же так? Нужно обсуждать все сферы и тем более сейчас. Как можно сейчас выпускать добрые ролики о животных. А можно? Приведу пример на себе. Возможно, пример будет очень странным, но все же приведу. Каналу 6 лет. И за это время вы всегда наблюдаете за его жизнью. Что происходит в жизни канала? В принципе, позитив. Хорошие ролики. Как правило, доброе начало, доброе окончание. Но что творится за кадром, вы не знаете. А бывает так, что сегодня у меня не стало близкого друга. И я все равно, несмотря на это, сделал ролик и показываю его вам. То есть это уже моя отдельная творческая жизнь. И не от того, что я плохой друг и еще что-то. Нет. Просто мой канал, это мой уютный уголок, где я сам могу закрыться от этой серой жизни. Ко мне также приходят друзья канала, сюда, к нам на канал, в это уютное гнездышко. И говорят спасибо, что спасаете нас от этих серых будней. Мы приходим сюда и как будто садимся возле костра и ведем тихие беседы. Потому что действительно жизнь, она никогда не может играть только яркими красками. Зебры тоже бывает. Я повторюсь, за эти 6 лет ведения канала у меня не стало. У меня умерло много друзей, много родственников, много людей, которые являлись мне наставниками, хорошими друзьями, приятелями, родственники, близкие моему сердцу люди. Но вы об этом никогда не узнаете. Потому что это и так грустно. Но пусть это остается в моем сердце. А вы всегда будете получать только добрые ролики о животных. Что бы ни стало, какая бы ситуация ни произошла в моей жизни, вы всегда будете знать о хорошем. Да, мы иногда показываем грустные сюжеты о животных. Операция или какого-то животного не становится. Но это тематика канала. А показывать то, что происходит в мире или еще что-то, я не буду. Извините. Во-первых, канал могут удалить запросто. И второе, мне не нужна желчь в комментариях. Очень мало понятливых людей, которые скажут, да, мы все понимаем, мы все братья. Неважно в какой мы стране, мы все друг за другом. Увы, как я понял по комментариям, по комментариям это не так. Люди собираются в отдельные стайки и грызутся друг с другом. Вот поэтому я не позволяю таких комментариев на канале. И впредь буду это блокировать. Хочется сраться. Идите на тематические форумы, группы в социальных сетях. Устраивайте там срач. А вообще советую этого не делать. Проводите время с семьей, с родственниками. Помогайте тем, кому нужна помощь. И не тратьте время на это всё. Я повторюсь, в мире много ситуаций, грустных и плохих моментов. Поэтому, как бы ни было, надо стараться делать этот мир лучше. Через что? Через добрые поступки. Через отношения к семье, к людям, к друзьям канала. И просто оставаться людьми. Я ещё раз повторюсь, извиняюсь, я не могу в этом ролике называть вещи своими именами. Я думаю, все понимают, о какой ситуации я сейчас говорю. Прошу меня понять. Но и впредь на этом канале будут выходить только такие ролики. Грустные ситуации всегда будут в мире. У меня, в моей другой жизни, в моей жизни, обратной стороне, так сказать. Но это всегда будет оставаться за кадром. Потому что, если бы я заходил сюда и говорил, вот сегодня там не стало одного человека, который мне дорог, сегодня другой. Зачем вам это всё? Зачем? Это всё моя грусть. Пусть она во мне и остаётся. А с вами я буду всегда делиться вот этой вот добротой. Потому что, действительно, многие приходят и говорят, спасибо, спасибо вам за то, что во времена, в действительно тяжёлые времена, вы просто, вот как ни в чём не бывало, выпускаете такие видео. Это не значит, что я живу в Бункакире и я ничего не боюсь. Я обычный человек. Так скажем, я обычная пешка. У меня нет каких-то крутых связей, что меня закроют в супер-бомбоубежище и всё будет нормально. Нет. Просто я делаю то, что у меня лучше всего получается. Спасаю вас от этой серости. Как могу. Через экран телевизора, через экран монитора. Просто собираю вас вокруг вот этого вот нашего костра. Костра надежды. И мы общаемся с животных о природе. Всё, друзья. Всех вам благ. Росси. Пусть всё у вас будет отлично. Просто берегите себя. Хорошо общайтесь с друзьями. Не нужно быть желчными. Не нужно ругаться. Друзья, просто будьте человечными, ладно? И тогда всё будет отлично. Росси, ты чего? Всё, ребят. До новых встреч. Увидимся. Такие темы я, конечно, поднимать больше не буду. Просто здесь прошу меня понять. Да просто понять. Всего вам доброго. Пусть всё будет отлично.